доброго времени суток дорогие мои совсем скоро уже несколько часов осталось дропниса патч 0.8 прекрасную игру меха белым и этот видос посвящен именно этому патчу вот здесь будут небольшие предикты на то что будет в этом патче по мете там по юнитам настроение в общем и то подобное плюс мои мысли вот разберем патч нот я дам какие-то комментарии по этому всему и скажу почему это плохо либо хорошо по каждой строчке в патч ноте вот начнем с самого патч но то потом я уже буду разбирать копать и тому подобное вот собственно патч 08 огромный патч с кучей всего вот на самом деле ладно с кучей всего а во первых это будет новый юай и да это видео записано в патче 07 тут юай все еще старый новый юай без претензий я даже комментировать это не буду никак я скажу что он бомбезный офигенный юай но это чисто субъективное мнение вот поэтому мне понравился новый и я посмотрел круто здорово вот больше по юаю никаких комментариев давать не буду вообще в этом видео далее матчмейкинг 2 на 2 матче теперь имеют отдельный ммр от 1 на 1 матчей ну я на 2 на 2 не играю так что мне в принципе это все равно но тем не менее на мой взгляд это тоже такое позитивное изменение далее самое большое изменение это то что изменена система бесплатных юнитов к сожалению она остается в игре но она переработана чуть-чуть во первых бесплатные юниты больше не бесплатные за них нужно платить supply сколько supply пока спорный вопрос надо разбираться то есть там то полтинник за юнита то 100 за юнит там как-то странно это все считается может быть будут потом какие-то таблицы какие-нибудь просто список правил как это все считается пока мне непонятно как это все считается но бесплатные юниты теперь едят чуть-чуть supply вот и в бесплатные юниты добавлены три новых юнита которые которых нельзя аналог punt просто так их нет а вот доступных юниту с самого старта игры их можно получить только если ты их выбрал в бесплатных юнитах вот если они выпали и если ты их выбрал это эти юниты называются редкими юнелами потому что они выпадают видимо только в бесплатных юнита их нельзя получить по-другому вот как только ты берешь и такого редкого юнита без парк митахом Появляется у тебя Вот в этой вот окошке Где ты строишь юнитов, то есть ты можешь Нанимать их каждый раунд Вот, что касается самих Юнитов, вот этих вот редких Как я сказал, их три штуки Первый, это Сейбертут, по-моему это Саблезуб переводится как Это просто танк Большой танк, у него Такая типа двойная пушка Вот, и Он как танк, только большой на самом деле Он как слэшхаммер работает То есть Небольшой сплэш имеет, довольно низкую скорость Атаки, вот Грейд у него это даблшот Перезарядка И вот с этой комбинацией Кстати, очень-очень быстро Стабиляет, и очень больно Также у него, по-моему Да, у него есть перехват ракет И Четвертый грейд я забыл, увы То ли плита, то ли ремонт Что-то из этого Есть предположение, что этот юнит будет контроль Слэджхаммером Но Об этом чуть-чуть попозже Второй, редкий юнит Это Тайфун Это такой робот на четырех лапках Который, по сути, является Перекачанным мустангом То есть, это мустанг, у которого Десять тысяч хп И он довольно медленно ходит Вот, но оружие у него Ну, как у мустанга Хорош против воспов Хорош против Маленьких юнитов Там, перекачанных фэнков Например, он съедает Ну, неплохо Вот То есть Ну, нормально Из грейдов у него Антиаир Как на мустангах При этом нет грейда на рейндж Что странно Второй грейд Это барьер Вокруг тайфуна Появляется такой пузырик Который Двенадцать тысяч урона Блочит И он Ну, по размеру Как у хакера Вот такой вот Щеточек Трейсик грейд Очень странный По цели На которую Заим лочился Вот этот тайфун Периодически Стукают ракеты На четыреста пятьдесят урона Урона маловато Откровенно говоря То есть Ну, такой Небольшой буст по урону Но Но мало И по-моему Эти ракеты Только Наземных юнитов Пинают Поэтому Против воздуха Они бесполезны Четвертый грейд Я опять забыл Прошу прощения И Третий юнит Это Барсук Наверное Баджер Это вроде бы Барсук Это такой Маленький Танк Относительно Маленький танк С огнеметом По сути Миниатюрный вулкан Стреляет Не очень далеко Бьет тоже Не очень сильно Хп у него Не очень много И в целом Юнит Довольно таки Не очень Вот Но Поможет с клиром То есть Это все таки Лучше чем Арклайт Наверное Скорее всего Точно лучше чем Арклайт Из грейдов Вот единственный Интересный грейд На Баджера Это Напалм Туда куда он Стреляет Этот Фаер Баджер Появляется Лужа огня Вот это Прикольный грейд Он очень Помогает Против мяса Учитывая что Урона не так много У этого танка И он не такой Живучий Вот этот Напалм Он очень Очень хорошо Помогает Единственное он Дорогой Этот грейд Три других Грейда Какой-то Мусор Опять же Поэтому Я их Не помню К сожалению К сожалению Новые фичи Закончились На этом Далее Баланс Старых Юнитов Старых Фичей И Самое Большое Изменение Старого Баланса Это Изменение Фатонки Фатонка Иммунитет К кислоте Игниту Диген Биму И Конечно же Емпи Теперь Фатоночка На Рина На Факторке И На Айтеме Вот этот Треугольный Айтем Заполтинничек Работает Так В течении 25 Секунд Дается Иммунитет На Это Все И Входящий Урон Поднижается На 30 Процентов Раньше Было 16 Секунд 50 Процентов Урона Теперь 25 Секунд 30 Процентов На Оверлорде Длительность Бафа Висит Всего Лишь 20 Секунд Не 25 А 20 И То же Самое На Обилке За 100 Монет То Фатонка Теперь Превратилась Из Такого Средства Скорее Для Пуши Все Юниты Получают 50 Процентов Меньше Урона Как ты Будешь Дефать Теперь Фатонка Больше Смещается В сторону Защиты От Этих Дебафов Потому что Оно Долго Висит Но Входящий Урон Чуть Порежен Было 50 Процентов Стало 30 Это Хорошее Изменение На мой Взгляд Фатонка Теперь Будет Вязаться Не Просто Во всех Ну почти Во всех Играх То есть Ну это Но Тем не менее Это Шаг В правильном Направлении Потому что Фатоночка Немножечко Подзадолбала По остальному Я просто Быстренько Пройдусь Танк Слэджхаммер Грейт На ремонт Стоил 300 Теперь Будет Стоить 200 Скорпион Минус 4% Урона И Ремонт Стоил 200 На скорпионе Теперь Будет Стоить 300 То есть На танке Стоил 300 Теперь Будет 200 На скорпионе Наоборот Был 200 Будет 300 Вулкан Атаку Подняли Тоже Атаку Подняли На 4% Было 81 Атаки Стало 84 И Теперь Анлок Вулкана Стоит Не Сотню А 200 Даже Не 150 200 То есть Как Все остальные Гиганты Оверлорд ХП Увеличено На 3% Теперь У него 16000 Здоровья Атака Снижена На 200 За Выстрел Это 6% И Пушка Грейт На пушку Наносил 12000 Урона Теперь Наносит 11000 Урона Ну Ладно Мустанг Плюс 1 Атаки Фортерес Атака Теперь Быстрее У него И Больше Сплэша Но Атака Сама По себе Стала Чуть Слабее Кроллер Самое Тоже Странное Наверное В этом Патче Это Изменение Кроллера Во-первых Subterranean Blitz Подкоп Знаменитый Которым Все Уходили От огня Его Занерфили В прошлом Патче Его Занерфили Еще раз Мало того Что Дэмэдж Редакшн Теперь 50% Вместо 70% То Он Еще И Стоит 300 Монет 300 Монет Грейт На Кролле Офигеть Но Но ему Бафнули ХП На 20% И Атаку Тоже На 20% 20% Это Это Жестко Опять Разберу Попозже Шторм Коллер Ему Напалм Порезали Вот Грейт Напалма Теперь 350 Стоит Ну Типа И Воздушный Специалист Воздушный Специалист Больше Не получает 10 РНЖ На халяву Для Воздушных Юнитов Вместо Этого Воздушного Специалиста Воздушные Юниты Получают 10% Атаки И ХП То есть Это Довольно Большой Нерф Плюс Срезали 300 ХП Воздушному Специалисту То есть У него будет На 300 ХП Меньше Ну И Последняя Мини Строчка То что Теперь Стримерам Некоторым Будут давать Ключи К закрытому Бета Тесту Они могут Пилить Видосики И контент Вот Это Тоже Прикольно То есть Нормально Нормальная История Что ж Это был Весь Патч Круто На первый Взгляд Круто Но давайте Разбираться Что Хочется Видеть От нового Патча Изменение Меты Это Раз Фикс Проблем Текущей Игры Это Два И Ну Типа Что-то Новое Какие-то Фичи Это Три Что-то Новые Какие-то Фичи У нас Есть Тем более У нас Есть Новый UI Даже То есть Ну Неплохо Но Что По Проблемам И По Изменению Меты Именно Вот Это Я хочу Разобрать В данном Видосе Именно Вот Это Проблемы Патча 0.7 Какие У нас Были Проблемы В этом Патче Ну Во-первых Фри Юниты Это Наверное Не каждый Согласится Что Фри Юниты Это Проблема Кому-то Это Нравится Кому-то Это Настолько Не Нравится Что Бомбежка Идет В отзывах На Стиме Тем Не Менее Фри Юниты Это На мой Взгляд Было Очень Плохого Старта Чтобы У тебя Было Все Нормально По игре И потом Как-то На волевой Выйти В позднюю Игру Уже И Камбэкнуть Да Если Прямо С первого Раунда Не пошло Но При этом В поздней Игре Фри Юниты Очень часто Ломали Игру И очень часто Происходили Камбэки Там Со 100 ХП С 200 ХП Которые Ну Просто Вот Пришел Идеальный Бесплатный Юнит Ты его поставил И все И закрыл Весь пик Оппонент Как это Сказать По умному Есть такое понятие Как Темп Во многих Играх Вот В автобатлерах Оно не так часто Фигурирует Но В мехабелуме Оно Вполне себе Применимо Что такое Темп Да Ты каждый раунд Ставишь Какой-то Новый Грейд Нового Юнита На что У оппонента Пока нет Ответа И вот Пока Он ищет Ответ На то Что ты ему Выставляешь Каждый Новый Ты должен Его задавить Потому что Как только Оппонент Найдет Решение Всех своих Проблем Ты проиграл Это темп То есть Это игра На скорость Агрессивная игра Она игра На скорость Всегда То есть Защита Должна Пережить Первые Несколько Раундов Или ходов Чтобы найти Ответ На то Что делает Сторона Агрессивная Вот И в этом Заключается Ну Это правило Многих На самом деле Как стратегии Так и карточных Игр И фри юниты Они как раз Из-за того Что они Бесплатные И их Обычно Либо много Либо они Высокого уровня Они как раз Такие Как ни странно Помогают Защищающейся стороне Найти ответ Почему Это вообще Работает Потому что Пушащие юниты Как правило Как правило Пушащие юниты Они дешевые Кроллер Дешевый юнит Ласп Стоит 200 Мустанг Стоит 200 Рина Стоит 200 Стилбол Стоит 200 Это все юниты Которые быстрые И они могут Пушить В то время как Защитные юниты Типа Вулканы Мельты Например Скорпиона Они очень дорогие И очень медленные И как раз таки Пока у оппонента Нет вот этих вот Супер дорогих Защитных юнитов Стороне агрессор Необходимо его Запушить Необходимо снести Здоровье оппонента До нуля До того Как он Поставит себе Защитных юнитов И Бесплатные юниты Так как они Чаще всего Именно дорогие Потому что В бесплатных юнитах Выпадает то Чего На поле На данный момент Нет Они как раз Скорее Помогают Защищающемуся Чем атакующему То есть Да Зачастую Во фри юнитах Есть ринусы Но Также Там Намного чаще Появляется мельта Или форт Или скорп Намного чаще Чем тот же ринус И Тут наступает проблема Что фри юниты Ломают темп В начале игры Это может быть Не так критично То есть Может быть у тебя Хороший старт И Тогда Ты наоборот Делаешь Темповый ход С помощью бесплатных юнитов И там Внезапный призрак Какой нибудь На втором раунде Или оверлорд Помогут тебе Закончить игру Очень и очень быстро Но В поздней игре Когда уже Много типов юнитов На столе И у тебя И у оппонента Дополнительный тип Юнитов Намного Сильнее Помогает Именно защитной стороне Тем более Что скорее всего Это будет дорогой юнит Значит защитный юнит И в таком случае Бесплатные юниты Вот в поздней игре Они помогают защищающемуся Не атакующему Вторая проблема Иногда бывает так Что просто Выпадает Какой-то юнит На который Нет ответа У оппонента Ну в целом Да То есть даже если Игра не Там Агро против защиты А Ну просто стандарт То Может Появиться такая ситуация Где У одного Человека Есть какая-нибудь Проблема Например с васпами Ну например Например его пушат Три пачки васпов И у него нет мустангов И ему нужно сделать их На следующем раунде Иначе он Немножечко Откинется И тут В бесплатных юнитах Выпадает три мустанга В бесплатных Да И он такой О Круто Беру И все И он закрывает Свою проблему Такое тоже может быть Вот Может быть такое что У человека наземная армия Фулл наземная армия И в бесплатных юнитах Выпадает Не знаю Четыре феникса Он ставит четыре феникса Добавляет туда Либо воспов Либо овера Либо ватрух И внезапно у него воздушная армия И оппонент Который готовился к тому Что его будут атаковать по земле Такой А что делать Да Такое тоже может быть То есть Зачастую Фри юниты Очень сильно Меняют темп Игры Именно В лейт гейме И отреагировать на это За один раунд Иногда бывает Попросту Невозможно Не то что сложно Невозможно И по этой причине У бесплатных юнитов Очень много хейтеров Да То есть это Рандом Это меняет темп игры Иногда это просто Закрывает все дыры В твоем билде И Ты просто выигрываешь За счет фри юнитов Иногда то же самое Происходит у оппонента И ты проигруешь Из-за этих фри юнитов Особенно на Высоких рейтингах Где Люди понимают Чего брать Вот Защиту Бесплатных юнитов Я могу сказать Что это неплохая Камбэк механика Чтобы преодолеть Рандом первого раунда Вот я постоянно Об этом говорю На самом деле Что вот Первые четыре раунда Для меня это окей Фри юниты То есть если не повезло Со стартом Например ты Воздушный специалист А У оппонента Ну просто Три марксмана Два мустанга Да То Бесплатные юниты Помогут решить Эту проблему Но все таки В поздней игре Я бы Я Я Нет Нет В поздней игре Это просто кошмар Поможет ли Патч 0.8 Исправить эту проблему Ну давайте смотреть Значит у нас есть Новая штука Что бесплатные юниты Теперь стали платными Вопрос в том Сколько они стоят Скорее всего Там будут полтинечки И соточки Из одного юнита Если выпадет Там не знаю Четыре пака Васпов На девятом раунде То они будут стоить 400 супла Это мало Помогут ли Редкие юниты Может быть Справиться с этой проблемой Редкие юниты Они довольно нишевые Да То есть это Два юнита из трех Это клир Тайфун И Барсук Это два юнита Которые нужны Для одной единственной цели Это клир И например Против каких-нибудь Не знаю Мельтинг поинтов Или вулканов Или скарпов Они вряд ли помогут То есть против Поздней игры Соответственно Это юниты Скорее для агрессии Чем для защиты Хотя черт его знает Остается Саблезуб Который Просто большой танк Который по идее Должен Сильно помочь Против юнитов Средних Поможет ли Эта штука Против Следжхаммера Честно говоря Не уверен Возможно да Но не уверен То есть этот Танк Он как будто бы То же самое Что скорпион То есть имеет ту же самую Задачу Да Это Какой-то наземный юнит Который довольно медлительный И он должен Помогать С Целями Среднего размера То есть Стилболы Рина Слэшхаммеры По сути Это тот же самый скорпион Только в виде танка Обычно Танки прикрыты Чем-нибудь Типа фенгов И пока скорпион Расчистит Этих фенгов Там танки Уже все Переубивают И Как будто бы И плевать им То есть Саблезуп Наверное Достойная Замена Скорпиону Именно в плане Того что Должен по идее Именно танков И стилболов Разваливать Вот Скорпион тоже Это умеет Но он это умеет Медленно Вот И Саблезуп Это делает Чуть побыстрее Может быть Это будет достойная Замена Но вряд ли Потому что Что у скорпиона Что у саблезупа Есть один Огромный Недостаток Они Разваливаются От воздушных Юнитов Просто по щелчку Пальца И этот Недостаток Никуда не денется Итого В сухом Остатке Что мы имеем Поможет ли Патч 0.8 В проблеме С фри юнитами С вот этими Гигантскими Скачками По темпу В игре Скорее всего Не особо То есть Если Стоимость Будет Полтинчик Либо 100 То как будто бы Человек просто Может взять кредит Или продать Одного из юнитов И взять те же самые Два грейда И наспамить Еще кучу юнитов На мой взгляд Это не особо Поможет Именно с проблемой В лейтгейме В верлигейме Может быть Но в лейтгейме Нет Тем более Что Бесплатные Вот эти редкие Юниты Они Средние юниты Для В основном Ранней игры То есть это дополнительный Клир Либо Какое-то средство Против Средних юнитов Которое Чуть хуже Скорпиона Но оно Типа Ну оно присутствует И приятно Но это все До поры до времени Потому что Мы переходим К второй Проблеме Патча 0.7 Одной Из самых Больших проблем Даже Хуже Проблема Чем Эти бесплатные Юниты Вот это Чмо Присутствует В каждой Игровой Партии Если его Нет в Игровой Партии На это Существует Три Причины Причина Номер Один Игроки Не знают Что Оверлорд Это сломанный Юнит Причина Номер Два Игроки Пока Распердываются И только Только Выходят У оверлордов И у них В планах Его поставить На поле боя И третья Причина Игроков Просто Задолбало Играть С этим И они Пришли К негласному Соглашению Что Вот это Мы не Ставим На стол Почему Оверлорд Настолько Сильный Юнит Во первых У него Отличные Грейды Почти Все Ну Ну Почти Все Почти Все Это Может быть Защитный Оверлорд С плитой Ремонтом Может быть Атакующий Оверлорд С ланчер Оверлоудом Артиллерии И ренджой Это может быть Какой-то Суппорт Оверлорд Который Может Спамить Васпов Может Прыгать По флангам Может Просто Дать Фатонку На всех Своих Юнитов И Он Очень Многофункциональный Этот юнит И он Пипец Какой Сильный По этой Причине В каждой Гре Мы видим Воздушного Специалиста Либо Гигантов Специалиста Потому что Оверлорд Существует В игре С вот Этими Грейдами Это Причина По которой Воздушный Специалист Лучший Специалист В игре На данный Момент Что Было Сделано В патче 0.8 Был Занерфлен В хламину Фатонка На Оверлорде То есть 50% Понижения Входящего Урона На 16 Секунд Это Намного Сильнее Чем 30% Входящего Урона За 20 Секунд На Мой Взгляд 16 Секунд Обычно Хватало И Как будто Вот эти 4 Дополнительные Секунды Ну Они Чуть Чуть Могут Решить Но Не Сильно Как Мне Кажется Но Вот Именно Понижение Урона Входящего Оно Сильно Решает На Варлорде И Поэтому Этот Юнит Такой Сломанный Потому что Он Кидает Фатонка На Все Вокруг В Что Он Кидает Фатонку Это Конечно Большой Вопрос На Что Он Может Кидать Фатонку Это Могут Быть Бесплатные Риносы Хайлевельные Либо Просто Спам Риносов У которых Есть Power Armor Который Не Позволяет Замедлить Риносов Либо Просто Крутилка Они Ходят И Крутятся На Мобайл Биконе И Целенаправленно Идут В башню Может Быть Кнопочка Почему бы и нет Правильно И Второй Юнит Это Слэшхаммеры Слэшхаммеры Это Основной Потребитель Так сказать Фатонки Потому что Слэшхаммера В принципе Тяжело Убить Под Прикрытием Каких Фэнгов Или Просто Обычно Мяса Хоть Какого-то Под Прикрытием Танки Очень тяжело Пробиваются Скорпион Медленный Юнит Который Больно Бьет Но Очень Очень Редко Стреляет И Вторая Причина Которая Оверлорд Это Такой Сломанный Юнит Потому что Он Контрит Скорпиона Он Вхламину Контрит Скорпиона Скорпион Не Стреляет В воздух Во-первых Во-вторых Он Очень Медлительный И Оверлорд Убивает Его за Два Удара Поэтому Танки Фэнги Оверлорда Это Наверное Самая Сильная Комбинация В этом Патче 0.7 Последние Дни Этого И тому подобное Как бы Неспроста Неспроста Также Фатонка Удивительно Хороша На Стрелболах На Ринусах Даже На Призраках Она Очень Хороша То есть Даже Если Воздушная Комбинация Юнитов С Призраками На которых Там Есть Какие-то Уже Грейды То Фатонка Отлично Зайдет Потому что Призраки Очень Толстые И Очень Тяжело Убить Банально Соответственно Оверлорд Он Строит Скорпионов Да Потому что Скорпионы Очень Сильны Против Танков И Танков Убивать Нечем Конечно Появился Вот этот Саблезуб И мы Посмотрим Как он Проявит себя Против Танков Но На данный Момент В патче 0.7 Кроме Как Скорпионам Танки Пробивались Ну Почти Ничем Почти Не было Контры На танке Была Артиллерия Которая Чуть Помогала Были Марксманы Которые Со Скрипом Со Скрежетом Там С двух Ударов Че-то Там Пытались Пробить Танки Более Менее Там Керри Арклайты Че-то Могли Мельтаз Пятилучом Че-то Могла Фортерсы Че-то Могли Но В основном Это Все Полумеры Особенно Если Танки Имеют При себе Плиту И На них Наложена Фатонка То Это Прям Вообще Нечем Убивать Тупо Нечем И Скорпион Не помогал В данной Ситуации Потому Что Танки Обычно Под Прикрытием Фэнгов И Скорпион Стреляет Фэнгов То есть Скорпиону Нужна Еще Поддержка Визитом Вулканов Мустаргов Еще Чего Нибудь Арклайтов Там Каких Нибудь Это Все Очень Дорого Строить Это Все Очень Дорого Строить Тем Более Что Танки Контрается Скорпионом И Оверлорд Настолько Сильный Юнит И Настолько Хорошо Ценится В данной Мете Потому Что Он Убивает Скорпионов Которые Ваншотают Танки А кроме Как Скорпионам Эту Вот Эту Дичь Убить Тупо Нечем Нечем Вот Что Было Сделано В патче 0.8 Чтобы Как то Пофиксить Эту Проблему Ну Что Оверлорд Понятно Там Порезали Урон Что Неплохо Подбафали ХП Что Странно Но Ладно Как по мне Оверлорд Ну да Он должен был Наверное Все таки Быть потолще Но Тем не менее Урон Резать Ну Типа Он все равно Убивает Скорпиона С двух ударов Как будто бы Надо было Еще Что то Порезать Возможно Граунд Кэнон Опять же Отличная Штука Если Оппонент Ставит ПРО И ты не можешь Убить Бражеских Скорпионов Оверлордом Ведь там Перехват Ракет Идет Что делать У тебя есть Грейт на пушку У тебя Просто Есть Грейт на Пушку Которая Не стреляет Ракетами И Скорпионы Все равно Разваливаются Вот Этот Грейт Панерфили И Теперь Он 11000 Урона Наносит То есть По сути Изменилось Ничего Да У него Больше ХП Да У него Меньше Урона Он Все Так же Убивает Скорпиона С двух Выстрелов Ничего Не Изменилось По сути Только Фатонка Изменилась Все Что Изменилось Это то Что Фатонка Стала Чуть Хуже Но Но Это Не Единственная Проблема Ведь Против Танков Помимо Скорпионов Есть еще Один Юнит Угадайте Кто Это Да Правильно Это Вот он На ваших Экранах Это все Та же Самая Лодка Это Единственный Юнит Помимо Скорпиона Который Может Хоть Как-то Сражаться С танками И при этом Не быть Убитым С двух Выстрелов Оверлорда А Нет Подождите Он Тоже Умирает Вот эти нерфи Оверлорда На хп И на урон Были направлены Как раз Вот на это То что Теперь Нужно Два выстрела Оверлорду Чтобы убить Оверлорда Оппонента Вот Там Остается Совсем Чуть Хп С этими Чуть Хп Помогут Да блин Стак Мустангов Даже Поможет Просто Там Остается Хп Ну Прямо На крополя Да То есть Где-то 800 600 Что-то Типа того То есть Обычный Мустанг Обычный Маркс На левел 1 Родомный Фэнк Постреляет По оверу И он Развалится Это все равно Будет Ваншот Да Как бы Это помогает Проблеме Но это Опять же Полумера Это не помогает Проблеме Глобально Это помогает Проблеме Чуть Чуть Обратимся К танкам Итак Оверлорды Понятно Да Их занерфили Чуть-чуть Но Против Скорпионов Они все так же Хороши Против Танков Они все так же Хороши Оверлорд На оверлорд Теперь Ну типа Стало чуть похуже Окей Что с танками делать Может быть Патч 0.8 Как-то их Занерфил И мы читаем Что танки Получили баф Они получили баф И теперь у них Ремонт стоит 200 монет А не 300 Встает логичный вопрос И что делать Плита на танках Конечно Довольно сломанный Грейт За 300 монет Ты получаешь Фактический иммунитет К огню На поле боя Да Фактический иммунитет К мустангам Но Какие-то прям Тяжелые юниты Могут тебя пробить Теперь Вместо плиты Наверное Будут брать ремонт Потому что И плита И ремонт Стоит 300 монет В патче 0.7 Ремонт будет стоить 200 монет В патче 0.8 Чем ремонт Лучше Плиты Ремонт лучше Плиты В одном единственном случае Если танки Высокого уровня Соответственно Ремонт Скорее всего Точно так же Поможет Проблеме с огнем Потому что 4.5% Максимального Здоровья Это 166 ХП В секунду Первый уровень Танки 166 ХП Огонь Ну типа То есть Это поможет Против огня Чуть-чуть Это поможет Против мустангов Чуть-чуть Но если Заградить танки До второго уровня Или Ой не дай бог Третьего И выше То Внезапно Ремонт Намного лучше Становится Чем плита Эти танки Опять же Можно пробить Только тяжелыми Юнитами С ремонтом Да То есть Оверлордом Например Или Скорпионом За 200 монет Это вполне себе Неплохой грейд За 300 монет Ну Я бы не брал Ремонт На танках Я бы никогда Не брал ремонт За 300 монет Но за 200 Очень сломано Более того Конечно шанс Мал Но мало ли Иногда танки Могут выпасть В бесплатных Юнитах И если они выпадают В бесплатных Юнитах Так как это Юнит за 200 монет Они скорее всего Будут Хай левельные Второй уровень Как минимум И на этих Танках Ремонт Ой 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 С этой проблемой Ну опять же Че у нас Какие решения Данной проблемы Скорпион Оверлорд И Возможно Это не точно Но возможно Саблезуб Лодки Это была Самая популярная Стратегия Лодки Танки Фенги Просто пушим Просто пушим Да Это была Самая популярная Стратегия Либо лодки Ринусы Либо лодки Танки Либо Фортерсы И может быть Лодка на них Пуш ватрушками Лодку на них Да То есть Лодка почти Присутствовала Во всех этих Стратегиях Та ее Занерфили Но она все еще Будет присутствовать Во всех этих стратегиях, потому что не занерфлены юниты, с которыми лодка синергирует. Ни один из юнитов, кроме Риноса, бедный Ринос, с его бедной фотонкой, вот кроме Риноса, ничего не занерфлено. Весь мой посыл, вот, именно в тезисе о том, что будет с метой в патче 0.8, ничего не изменится. Ничего не изменится. У нас есть дополнительный клир, у нас есть дополнительный какой-то урон по своим юнитам, но все юниты, которые синергируют с этой долбанной лодкой, они как были сильные, так и остались сильными. Ничего не поменялось. То есть, да, лодка сама стала слабее. Лодка это саппорт юнит в большинстве из этих стратегий, кроме спама лодками. Лодка это саппорт юнит, который накидывает фотонку, которую занерфили, который долбит по скорпионам, чтобы они не били по танкам, который долбит по вражеским танкам и тому подобное. Сейбер Туф, вот этот вот, который по идее должен катерить танки, точно так же откинется от оверлорда, даже с миссл интерсептом. Даже с миссл интерсептом существует артиллерия на оверлорде. Это не проблема. И поэтому мета не изменится никак. Абсолютно. То есть, как были танки и лодки, так и останутся. Это мое предсказание по мете. Что еще по мете? Масс фортерсы. Масс фортерсы это то, что у меня прям вот очень подгорало от этой стратегии, потому что я не понимал, чем это контрис. То есть, как будто вы опять же скорпионы, но против скорпионов существует отличный юнит, называется лодка. И что делать с этими масс фортерсами? Ну, типа, ну фиг знает. У масс фортерсов была одна проблема у этой стратегии, это то, что не было клира. И как эту стратегию занерфили в патче 0.8? Да никак, они ее бафнули. То есть, фортерсы теперь имеют больше сплэш-атаки, и у них атака чаще. Да, она слабее, но она чаще. И в итоге фортерсы получили очень большой баф к клиру именно. И масс фортерсы, как ни странно, стали еще лучше, чем они были до этого. Соответственно, ну да, это будут масс фортерсы. Скорее всего, один человек будет играть знаменитые лодки-танки, второй человек будет играть знаменитыми масс фортерсами. Это вот будет такая мета. Иногда будет появляться там какие-нибудь рандомные вулканы мель-то, я не знаю. Основная проблема будет вот этот юнит и вот этот юнит. Вот эти два юнита будут самых сильных в следующем патче. Что еще можно сказать по мете? Ну, воздушные специи, как по мне, довольно мертвая идея уже играть воздушником, да. То есть, теперь самый сильный специалист будет гигант. Специалист, как ни странно, потому что он онлокает. И вулканы, которые теперь 200 стоит. И оверлорды, который все еще полезен. И фортерсы, который нужен вот в этой страте масс фортерсы, да. И если что, если надо от этого всего задефаться, то, естественно, бесплатный анлок мель-ты. Джайант-специалист лучший специалист в игре будет в патче 0.8. Что касается воздушного специя, он все еще неплох, да, потому что анлок за 0 воздушных юнитов никуда не делся. Но он намного хуже. То есть, он больше не имба, он просто, ну, просто обычный. Есть еще один специалист, которого убили в нулину. Именно убили в нулину. Как ни странно, это кост-контроль. Почему кост-контроль? Переходим к третьему спорному изменению. Это изменение кролей. Кроли тоже, как и лодки, они присутствуют в каждой игре. То есть, они многофункциональные, они могут много всего. Единственное, что вот керри кроли, это да, это сомнительная идея. Им баф 0 хп. И атаку на 20%. Что это значит? Сейчас у них хп 261. Будет у них хп 313. Хп у них будет. Почему кост-контроль это мертвый специалист? Мистер Арклайт, которого атака 346. Если он кост-контрольный, он не ваншотает кролеров. То есть, у кост-контроля на первом раунде нет ответа на долбанных кролей. На кролей нет ответа. на первом раунде. Если кост-контроль не качает атаку. Тут же на первом раунде не качает атаку в своей башне. Вопрос тогда встает хороший. А зачем тогда нужен кост-контроль специалист? Обычно кост-контролем как играет. На первые стартовые 100 золота, которые бонусные, просто грезится защита. И уже более-менее играть можно. Теперь нельзя. Потому что эти 100 монет обязательно идут в атаку. Потому что Арклайт не может убить одним выстрелом кролера. Это кошмар. Это просто кошмар. Это гигантская потеря темпа на первом двух раундах. И для кост-контроля, скорее всего, все закончится так и на раунде четвертом-пятом. То есть, первые 100 монет уходят в атаку. Вторые 100 монет дополнительно уходят в защиту. На третьем раунде ты наконец-то начинаешь хоть что-то делать со своими 100 монетками, но твой оппонент может прокачать защиту, да? Он может прокачать 15% дополнительного хп. И Арклайты снова не будут убивать кроли с одного удара. Даже с атакой в башне. И что делать? Вот. И, соответственно, кост-контроль это просто неиграбельно. Это не то, что плохо. Это неиграбельно. Это отвратительный специалист. Вот. Точно так же может быть стоит теперь в керри-кроли выходить? Почему бы и нет? Можно попробовать. Опять же, я не знаю, насколько хорошо тайфуны и барсуки будут чистить именно бафнутых кролей. Потому что не бафнутые кроли их хорошо чистит вулкан, но если там подкоп, то уже как-то не так хорошо. Или если их тупо много, то тоже как-то не такое себе. И может быть реально появится новая стратегия через керри-кроли, если редкие юниты будут недостаточно сильны против такого бафа на кролях. Потому что 20% здоровья как будто бы звучит супер имбалансно. То есть да, это кроли, у которых мало здоровья, мало атаки. Но нельзя забывать, что кроли можно апнуть. И тогда эти 20% здоровья превращаются уже в 40% здоровья на втором уровне. 60% здоровья на третьем уровне. Даже 80% здоровья на третьем уровне. Господи, прости. И так далее. Плюс есть карточка, что кроли можно бесплатно левелапать. То есть если выпадет эта карточка, можно идти в керри-кроли. Спокойно. У них много урона теперь. То есть они скорее всего что-то убьют. Огонь теперь довольно дорогой. И с обтерением близ, да, он тоже понерфлен, но тем не менее у кроли банально больше хп. То есть как будто бы это даже не нерф. Это просто нерф, что оно стоит больше денег. По сути, кроли точно так же будут переживать огонь с помощью подкопа просто за счет теперь большего количества здоровья. Так что керри-кроли возможно появится новая стратегия. По-по-по-по-по. Остальное вроде бы, ну такие себе изменения. Ну типа, ну мустанги плюс один атаки это не особо интересно. Ну скорпиона с ремонтом, откровенно говоря, бесили в начале игры. В принципе нормальный нерф, как по мне. Может быть плита будет на скорпионах. Есть на скорпионах плита. Ну есть плита за 200 на скорпионах. Можно ее взять вместо ремонта. То есть скорпион не такая большая проблема. Большая проблема это танки, это кроли, это отсутствие клира, кроме как... Ах, да. Оооо. Последняя тема на патч 0.8 это отсутствие клира. Что я подразумеваю под отсутствием клира? Ну что ж, во-первых, опять же, начинаем с кролей. Кролей бафнули. Арклайты, кост контроль, не убивают их. Может быть просто грейд на защиту на кролях тогда тоже сделает так, что даже обычные работяги его не будут убивать. Не только кост контроль. Ну давайте посчитаем. 313 хп у кроля умножить на 1.15. Это будет 359. Ну хорошо, хорошо. 359 это все еще... Ах ты ж. Вот это уже очко, да? Вот это ситуация, да? То есть не только кост контроль теперь будет сосать у кролей. У кролей будут сосать даже обычные арклайты. Два из трех новых юнитов в... Вот в этих вот немножко платных юнитах. Это юниты для клира. Сопоставим 2 плюс 2, да? Вот. И нам нужно всего лишь три тезиса. Тезис номер 1. Анлок вулкана стоит 200. Раньше он стоил 100. Тезис номер 2. Кроли получили 20% баф к здоровью. Тезис номер 3. Кост контрольный арклайты не убивает кролей с одного выстрела. Кроли будут сосать вообще все. Если им вкачать просто за 100 монет. ХП в башне. И тут наклевывается прям очевидная проблема. Это недостаток клира, да? То есть... А чем убивать этих кролей? Вулкан супер дорогой. Танки... Ну да. Но может быть танками. Не знаю. Если танков много, то они справятся. Окей. Без вопросов. Вулкан дорогой. Арклайты не могут. Танки... Если... Их надо прям спамить, чтобы они что-то сделали. Матрушка сомнительно, но окей. А что у нас еще есть? А у нас есть два редких юнита. Почему юниты называются редкими? Потому что они выпадают редко. Да? То есть теперь клир это скорее всего будет просто удача. То есть у всех будут проблемы с клиром. И скорее всего это будет главная проблема патча 0.8. Не оверы, не танки. Будет долбанный клир. Потому что этих кролей хрен почистишь. Вот чем их убивать? Их можно убить риносов с крутилкой, например. Да? Ну, как вариант. То есть может быть риносы будут выступать теперь в роли клира. Просто потому что нечего убивать кроликов. Гигант специалист теперь будет единственным специалистом, который будет эффективно убивать кроли. Потому что, ну, блок вулкана, да? То есть на втором раунде можно построить вулканы за гигант специалиста. Все окей. Итого. Сухом остатке. Что мы имеем по патчу? 0.8. У нас были проблемы в патче 0.7. Были проблемы с фри юнитами. Были проблемы с танками. Были проблемы с оверлордами. Да? Решились ли эти проблемы? Не совсем. То есть фотонка стала менее эффективной. Спасибо на этом. Но в целом остается все точно таким же. То есть надеяться на какого-то саблезуба, который может появиться во фри юнитах, а может и не появиться во фри юнитах, это сомнительная идея. Это добавляет рандома в игру. Если ты играешь против танков и надеешься на саблезуба, что он тебе выпадет, хе-хе, удачи. Может быть, он вообще не помогает и на самом деле скорпион намного лучше, справляется с танками. И тогда мы опять попадаем вот в этот лимбо лодку. Лимбо имени лодки, да? Когда лодка это единственный хороший юнит против танка, потому что единственный хороший юнит против танка это скорпион, а скорпион контрится лодкой и лодка также убивает танков хуже, чем скорпион, но более-менее убивает. И вот этот треугольник лодка-танк-скорпион, он так и будет у нас висеть. Только сюда еще добавится саблезуб и он будет, ну, прямо вот около скорпиона сидеть, да, в той же категории. Будет скорпион слэш саблезуб. И треугольник останется точно таким же, то есть это не решит проблему, это просто добавит опцию вместо скорпиона поставить саблезуба и попасть в ту же самую ловушку лодки, что лодкой будет контрить. Я не думаю, что перехват ракет поможет саблезубу пережить оверлорда, просто потому что вот эта хрень существует. Оверлорд артиллерии. Если бы пушки не существовало, может быть. Но, мне кажется, нет. Итого, по мете не изменится ничего. Но, может быть, добавились новые проблемы и новые проблемы у нас есть. Это кроллер. Кроллер будет огромной занозой в пятой точке в патче 08 просто за счет того, что у него слишком много здоровья. То есть, арклайт, который не может убить кроллера, это просто мем какой-то. Это такой мем. Это что вообще? Если бы не было хп у кроллера дополнительных, а только атака, ну окей, да. Было бы нормально. Странно, но нормально. Но то, что ему бафнули хп на 20%, это шок. Это максимальный шок. Арклайт. Единственный клир в ранней игре, вот на первых четырех раундах, которые можно поставить. И он не решает проблему с клиром. А что делать? Надеяться на фри юнитов. Что у нас есть во фри юнитах? Есть Сэнд Баджер вот этот, да. Есть Тайфун, которые дополнительные клиры. Выпадут ли они во фри юнитах? Не выпадут они во фри юнитах. Черт его знает. Это дополнительный рандом в игру. Мустанги. Им добавили атаку на 1. Да? На 1 единицу. Кроллерам добавили 60 хп. Мустанги стали хуже против кроллеров. Вулкан стал дороже. Если ты не гигант специалист, подкинул монетку в начале игры, и тебе он не выпал. Он выпал оппоненту. Это такое очко. Это такое очко. То есть надеяться на рандом, чтобы почистить кроллеров. Кроллеров за 100 монет. Надеяться нужно на рандом. Я не понимаю. Я просто отказываюсь это понимать. И честно говоря, для меня это очень странный патч. На мой взгляд, этот патч не решил старые проблемы. Накинул новых проблем в виде кроллеров. И добавил рандома за счет того, что клир у нас теперь дороже. Ну, смотрю на вулкана за 200 анлока. Либо неэффективнее. Смотрю на шторм коллера с вот этой штукой. С огнем, который будет дороже на 50 монет. Да? Или на кроллера, я смотрю, у которого хп банально бафнуто. И единственный более-менее клир, который будет с вот этой проблемой справляться. С проблемой нехватки клира. То, что клир старт дороже. Единственное решение этой проблемы лежит в редких юнитах, которые у нас бесплатно выпадают. Либо, может быть, они не выпадают. Может быть, там будет, я не знаю, пачка васпов вместо них. Ну, что это такое? Что это такое? Вот. Мне интересно ваше мнение по этому патчу. Я, в принципе, закончил, наверное, свое вот это вот выступление, так сказать. На мой взгляд, патч будет полной парашей. И, извините меня, пожалуйста, если вы считаете по-другому, это ваше право. Обязательно напишите об этом. Что вам нравится в этом патче, что не нравится. Лично мне из патча нравится только UI. То есть, я очень надеялся на то, что именно вот новые юниты, они будут интересными. И они действительно интересные. Но вот этот вот баланс, изменение баланса, когда я увидел, я был немножко в шоке. И именно вот эти изменения баланса сподвигли меня на то, чтобы записать это видео. Вот. Они сподвигли меня на то, чтобы рассказать вам, что все очень плохо на самом деле. И нужен хотфикс. Нужен хотфикс, в первую очередь, кроллера, а в вторую очередь, танка. В третью очередь, гигант-специалисты. Вот. Гиганту-специалисту, может быть, просто надо хп убавить, наоборот. Да, то есть, я не знаю, там, вот как с воздушным специалистом сделали, то, что у него теперь на 300 хп меньше, чем было. То же самое с гигантом сделать. Ему 500 убрать, вообще. Потому что гигант сломанный. Фортерсы. Масс фортерсы. Это будет... Это будет печально. Танки-оверы. Это будет еще печальнее, потому что мы это уже видели. Керри-кролли. Или просто проблемы с клиром. Это будет максимально печально. Вердикт? Не. Если я буду неправ в том, что я наговорил здесь, если я буду полностью неправ, как же я буду рад, честно вам скажу. Я буду так счастлив, если я окажусь неправ. И если патч действительно будет хорошим, будет приятно играть. Но, вот чисто математически, то, что я вот тут насчитал, это очень и очень тревожно. Как по мне. И... Ну, увидим завтра. Да? Увидим завтра, что будет. Затем я с вами откланиваюсь. Обижа... Обижательно. 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 Напишите в комментах, что вы думаете по этому патчу. Затем я откланиваюсь. Спасибо за просмотр. И увидимся на стримах. Надеюсь, что Миха Беллума. ББ. Игра. Надеюсь. Надеюсь. Продолжение следует...